Одним из самых актуальных вопросов в нашем регионе по-прежнему остается оптимизация численности госслужащих. Это приведет к сокращению фонда оплаты труда чиновников, что позволит распределить средства по приоритетным направлениям для развития и поддержки субъектов страны. Об этом уже не раз говорил глава государства. К исполнению поручений президента приступили в Ненецком округе. Вопрос оптимизации расходов на содержание государственных служащих обсудили на заседании рабочей группы «Общество и власть. Прямой диалог» регионального отделения Общероссийского народного фронта. Алина Вучийская продолжит тему. Сокращение штатной численности работников в нынешних экономических условиях коснулось едва ли не каждого предприятия в нашей стране. Большое внимание уделяется и сокращению армии чиновников. В Ненецком округе в том числе. Впрочем, не все представители власти готовы идти на такие меры. В город-администрации, например, ситуация и вовсе близка к абсурду. Вопрос сокращения расходов содержания чиновников в Ненецком округе из повестки фронтовиков не исчезал на протяжении всего 2015 года. На заседаниях рабочей группы «Общество и власть. Прямой диалог» тема оптимизации среди госслужащих стала одной из самых обсуждаемых. Еще в 2015 году по итогам совещаний фронтовики вынесли соответствующие рекомендации органам власти региона. В нынешнее время этот вопрос, наверное, наиболее актуален. В принципе, он актуален на самом деле всегда, потому что вопрос, то, сколько государства, сколько налогоплательщики тратят на чиновников, на содержание власти, это всегда вопрос важный. То есть он, наверное, и будет еще всегда важным, потому что этот вопрос всегда существовал и будет существовать. А в нынешних реалиях, в нынешней экономической ситуации, в которой находится Россия, он приобретает еще большую актуальность. И мы решили провести рабочую группу для того, чтобы все-таки разобраться и понять, как чиновники, насколько они соптимизировались, насколько они сокращают расходы на содержание. По мнению экспертов УНФ, к началу 2016 года требования эти были выполнены частично. Этот факт вызвал необходимость запросить у чиновников сведения о штатной численности сотрудников на начало прошлого и текущего года увеличение фонда оплаты труда, остатки денежных средств на зарплату муниципальных служащих на конец 2015 года. Из доклада, исполняющего обязанности руководителя аппарата администрации региона, стало понятно, что в 2015 году окружная администрация перешла на департаментную систему. Это привело к сокращению органов исполнительной власти от 23 к 14. Кроме того, в администрации региона сократилось количество госслужащих, относящихся к категории руководителей. Если до реформы департаментов у нас был каждый четвертый, относился 25% перечислялись к категории руководителей, то с переходом на департаментную систему 19%. В настоящее время губернаторам округа поставлена задача по оптимизации численности государственных служащих. Как это будет происходить? По каким направлениям? Во-первых, переводятся определенные должности государственных гражданских служащих в число не госслужащих. Об оптимизации также читались окружные парламентарии, Заполярный район и мэрия. Последняя, кстати, возглавила рейтинг самосохранения чиновников, который был составлен фронтовиками. Решение о передаче полномочий в сфере образования из мэрии в округ было принято еще в сентябре 2014 года, когда был принят 95-й окружной закон. Мэр города Татьяна Федорова тогда попросила отсрочку исполнения этого закона. Как она объяснила для того, чтобы подготовиться и качественно провести передачу полномочий? Окружные власти пошли навстречу и дали время до 1 января 2016 года. Впрочем, вовремя мероприятия по передаче полномочий и сокращению работников выполнены не были. Я считаю, что бездействия мэра города по осуществлению вовремя мероприятий, связанных с передачей полномочий, повлекут дополнительные расходы из городского бюджета на зарплату работникам. Потому что вовремя их не предупредили об увольнении. Уволить сейчас их можно только по истечении двух месяцев. Уведомления работники управления образования получили в конце декабря. Поэтому сейчас им придется платить зарплату практически еще два месяца. 16 городских управленцев в сфере молодежной политики, образования и спорта и ныне продолжают работать и получать зарплату. А по сути просто просиживать штаны и получать за это деньги. А ведь проведи мэр города все необходимые кадровые изменения вовремя, городской казне удалось бы сэкономить не один миллион рублей. Только на выплату выходного пособия придется потратить порядка 11 миллионов рублей. Еще порядка 6-7 миллионов уйдут на зарплату, которую будут выплачивать два месяца. Эта ситуация вызвала большой резонанс среди жителей. Люди возмущены. Стоит ли сократить средства на содержание аппарата городских чиновников? Однозначно, конечно, да. А почему? Потому что слишком много. Сокращают и режут рабочих лошадей. Оставляют один с ложкой, а сзади... Не по заслугам, потому что получают. Что такого они для округа делают, чтобы такие зарплаты получать. И доплаты всякие. И доплаты. А зачем им содержать эти дублирующие организации какие-то? Как вы считаете, стоит ли сократить средства на содержание чиновников из мэрии? Вообще выгнать всех надо. Стоит ли сократить средства на содержание чиновников из мэрии? Ну, конечно. А почему? А потому. Пенсию сравнить и их заработки. И вам зарплату добавить. И ходите по разной погоде.